Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать классический шашечный удар под названием Рикошет. Покажу вам 10 типичных комбинаций с данным ударом. Во всех позициях ставьте видео на паузу и попытайтесь найти красивую комбинацию. И также рассмотрим 3 ловушечные партии. Итак, первая позиция, ставьте всегда на паузу, пару секунд буду давать вам и затем показываю решение. Значит, вначале пропускаем черных дамки, затем дамку ловим. И видите, вот эта вот шашка белых А5, она как бы заставляет черных, шашку черных B8, как бы отрикошетить. Вот поэтому удары носят такое название. А теперь наносим решающий удар. И создается позиция одна на одну, начинающие, в данном случае черные, проигрывают. Следующая позиция, тоже удар, рикошет. Вначале пропускаем дамки, затем дамку ловим. И опять, видите, заставляем шашку черных B8 отрикошетить. И затем наносим решающий удар с выигрышем. Играем АЖ5, затем играем БЦ3, затем пропускаем черных дамки. Очень часто, видите, при подобной комбинации пропускаем дамки. И здесь опять уже шашка F8, видите, черных рикошетить. И затем опять оппозиция одна на одну, черные проигрывают. Ходить некуда. Это был удар с левого фланга. Ну и последняя позиция. Удар с левого фланга. Играем FG3, затем ловим шашку D2. И опять, видите, шашка B8 рикошетит. Наносим первый удар и затем второй удар с легким выигрышем. Теперь рассмотрим удар с правого фланга. Играем Cd4 и пропускаем черных дамки. Затем дамку ловим. И видите, здесь уже шашка черных G7 рикошетит. И очень часто при ударе и рикошете возможен удар стрела. Вот в данном случае, видите, получается стрела. Удар по прямой. Здесь также в конце будет удар стрела. Вначале жертвуем шашку. Затем еще две. И загоняем черных дамки. Дамку ловим. И опять, видите, рикошет. Вот он. Ну и одна шашка легко выигрывает у трех шашек черных. Ну, как бы черные не играли, просто бегаем из угла в угол. Кто-то меня спрашивал, сколько ходов можно бегать по углам. Бесконечное число. Сколько хотите, столько и бегаете. Таких правил нет. Так что... Тут все заканчивается так называемым запиранием. Ну, по-русски туалет. Здесь белые вначале жертвуют шашку. И видите, на c5 бить нельзя, потому что будет удар. Белые попадают в дамки и легко выигрывают. Поэтому приходится бить вперед. И здесь опять пропускаем дамки. Затем... Рикошетим шашку черных g7 на поле e5. И опять удар стрела. Здесь похожая комбинация. Вначале играем a b4. Затем играем e d2. Пропускаем черных дамки. И вот здесь надо сыграть gf6. Вот этот ход... Трудно найти вначале. Поэтому можно комбинацию не заметить. Теперь у черных два варианта. Если они бьют на e5. Тогда сразу же ловим дамку. И наносим удар стрела по прямой. Если же черные бьют на бортик. Тогда вначале проводим удар рикошет. А затем уже опять наносим удар по прямой стрела. С выигрышем. Очень часто удар рикошет возможен в позициях со связкой. Как правого фланга. В данном случае видите. У черных связан правый фланг. Так и левого фланга. В этой позиции белые проводят удар рикошет. И попадают в дамки на поле h8. Вначале играем e f4. Сюда бить нельзя. Видите. Побьем четыре шашки. Поэтому приходится бить сюда. Тогда рикошетим шашку c7 на поле e5. И затем наносим финальный удар. С легким выигрышем. Ну тут черные даже до дамок пройти не могут. Проще всего здесь отдать дамку. И легко выиграть. Тоже такой типичный шашечный прием. Ну и последняя комбинация на сегодня. Затем рассмотрим три ловушечных партии. Здесь белые также проводят удар рикошет. Такой типичный прием. fg3. Затем играем e f2. Тихий ход. И видите шашка c7 рикошетит на e5. И белые также легко побеждают. Теперь рассмотрим три партии. cb4, fe5. Вот здесь возможен в этой позиции. Кроме хода ef4. Это обратная городская партия. Или допустим bc3. Это тычок. Обратный тычок. Возможен ход bc5. Это уже дебют как раз тычок. Но с шашкой на e5. Здесь в принципе можно пожертвовать шашку. Свести к дебюту гамбит Кукуева. Но черные здесь могут сыграть сильнее. Тут есть два варианта хороших. Можно сыграть gf6. Допустим bc3 hg7. Черные грозят выиграть шашку. Поэтому надо меняться gf4. Но тогда черные получают инициативу. Видите. Шашка c5 находится под угрозой окружения. Шашка e5 очень сильная. Поэтому здесь инициатива у черных. Но белые при правильной игре могут сохранить равенство. Также очень сильно в этой позиции за черных играть cb6. Тогда надо меняться до e3. И вот здесь черная играет hg5. У белых есть два хода. Конечно сильнее всего играть fe3. Ну и тут возможны два варианта. Либо ed4 с таким разменом. Черные занимают центр. Но у них видите застряла шашка h8. Поэтому белые здесь окружают. Вот здесь примерно равная игра. Если же в этой позиции черные меняются. Допустим gf4. И ed6. Здесь у черных инициатива после хода fe7. Видите. Шашки белых. Ну не развиты. Шашки черных уже как-то ближе к центру. Поэтому здесь у черных определенная инициатива. Так в свое время любил играть гроссмейстер. Трехкратный чемпион СССР. Борис Блиндер. Но в этой позиции кроме хода fe3. За белых возможен ловушечный ход bc3. Вот сейчас за черных лучше всего играть gf4. Видите. Шашка белых c5 снова находится под угрозой окружения. То есть черные грозят ее отъесть. Но если в этой позиции черные сходят неосторожно bc7. То белые опять здесь проводят комбинацию рикошет. Также поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале играем cd6. Затем играем cd4. Ну сюда бить нельзя. Потому что белые останутся с лишней шашкой. Видите. 7 на 6. Поэтому черным приходится бить на поле c3. Тогда запускаем черных дамки. Дамку ловим. И видите. Шашка g7 рикошетирует на поле e5. И белые наносят удар стрела. С красивым выигрышем. Как было в партии. Натов Шерман. 1928 года. Следующая ловушка возможно в дебюте гамбит Кукуева. cd4, fg5, dc5, побили, 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 побили. Черные жертвуют шашку и нападают сразу же на две. Правильно возвращать шашку таким образом. И затем обе стороны играют своим сильным левым флангом. Черная игра cb4. И вот здесь возможен тоже интересный размен. dc3. И бьем на e3. У белых ослаблено поле c1. Но шашки черных, видите, далеко от шашек белых. Поэтому в данном случае вот эта вот слабость, она не имеет значения. Здесь позиция примерно равная. И возможно как раз ловушка за белый. fe7, bc3, bc7. Черные, видите, грозят окружить шашку e5. И белые здесь делают ловушечный ход. Ну, вместе с тем он хороший. И в позиционном отношении. Теперь за черных очень хочется напасть. b5. Кто бы так не сыграл, напишите. Я бы лично, наверное, сыграл бы. Вот. И здесь белые проводят комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале играем gh2. Затем пропускаем черных дамки. И снова наносим удар ricochet. Играем ef6. У черных два варианта. Если они бьют на e5, тогда сразу же ловим дамку и наносим удар стрела по прямой. С легким выигрышем. Если же в этой позиции черные бьют на бортик, тогда проводим удар ricochet. Ловим черную дамку. Видите? Шашка черных g7 ricochetирует на поле e5. И затем опять удар стрела с выигрышем. Ну, последняя комбинация на сегодня. cd4, hg5. gh4, dc5. Дебют обратная игра Бадянского. bc3, gh6. fg3, cd6. cb4. И черные меняются назад. Вот здесь, конечно, очень хорошо играть dc3. Я подробно разбирал этот дебют. Кто не знает, как тут играть, ссылку оставлю подсказку в верхнем правом углу. Значит, но в этой партии белые сыграли b5. Вот этот ход уже не дает преимущества. Здесь черные могли сыграть hg7 и получить равную игру. То есть грозит gf4, поэтому надо закрываться, связывать черных. Тогда черные меняются и снова грозят вылезти в центр с хорошей позицией. Здесь белым лучше всего меняться ed4. ef4 пассивно было. А вот после ed4, видите, связка сохраняется. Поэтому у белых здесь даже более приятная позиция и инициатива. Но в партии коршунов, нежмеддинов. Черными играл, кстати, мастер Рашид Нежмеддинов. Он был известен тем, что выполнил норматив мастера спорта и в шахматах, и в русских шашках. Кстати, был чемпионом РСФСР по шахматам и серебряным призером чемпионата РСФСР по русским шашкам. Вот такой интересный момент. Черные здесь сыграли d5. Белые меняются РСЖФ4 и играют на связку. Черные играют ed6, белые ab2. Далее черные строят ударный кулак fg7. Ну, на b3 последует несложный ударчик cb6. И черные побеждают, видите. Естественно, мастера на такие мульки не попадаются и белые играют ab4. Хотят разменяться назад. Поэтому приходится играть ab6. и после хода b3 здесь черные ошиблись. Они сыграли bc5. Этот ход проигрывает. А правильно было играть dc5. Ну, и здесь после всех разменов правильно побить на b6. На d6 бить совсем плохо. Ну, и здесь после хода fe5 черные еще могут достичь ничьей. Все-таки у них, видите, застряла шашка h8. У белых отличная позиция, но у белых здесь выигрыша не было. А черные в партии сыграли bc5. Малозаметная ошибка. То есть вроде бы белым некуда ходить. На любой ход последует удар, видите. Но на самом деле здесь белые красиво побеждают. Они играют ed4. И теперь у черных два варианта боя. Если они бьют шашкой g5 на e3, тогда бьем вперед. Ну, и грозим выиграть шашку. То есть нельзя играть e5, потому что белые остаются с лишней шашкой. Видите. Хоть и связка, но здесь белые постепенно побеждают. Если же черные здесь пытаются отыграть шашку, тогда здесь несложный ударчик. Отдаем две шашки, забираем две и проходим в дамки. Это легкий выигрыш. Поэтому в партии черные вот в этой позиции естественно побили шашкой c5 на e3, и белые меняются вперед. Теперь у черных два варианта. После b7 следует наш любимый удар рикошет. Попробуйте его найти. Ну тут даже два удара рикошет. В партии мастер Дмитрий Коршунов провел такую комбинацию. Шашка g7 рикошетирует на поле e5, и он выиграл таким образом. В принципе можно было здесь и вот такую комбинацию провести. Вроде тоже выиграно, да? Вроде выиграно. То есть сразу же две комбинации. Если же в этой позиции вместо хода b7 черные b отдали шашку, здесь белые выигрывали позиционно. На ход b7 жертвуем шашку и идем в дамки. На так уже последует dc3, поэтому надо играть b4. Меняемся. После единственного хода b6 уже идем в дамки. Надо меняться, иначе черные проигрывают. Ну и после всех разменов жертвуем еще одну шашку и выигрываем. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лайком и подпиской. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. До свидания. Продолжение следует...